Добро пожаловать в это первое настоящее видео из моей серии о тензорах. Предыдущие два видео были в основном посвящены мотивации, основам работы с тензорами. В этом видео мы собираемся приступить к реальной математике. Итак, первое, что мы собираемся изучить, это прямые и обратные преобразования. Это правила, которые позволяют нам перемещаться между разными системами координат. В предыдущих видеороликах я упоминал, что тензоры инвариантны при изменении системы координат. Поэтому понимание того, как перемещаться между системами координат, будет действительно важным для понимания тензоров. Хорошо, давайте начнем с прямого преобразования. Итак, у меня есть две двумерные системы координат. Старый базис E1 и E2. Новый базис тильда E1 и тильда E2. Так что помните из линейной алгебры, что слово базис означает просто набор векторов, которые дают нам основные направления координат для нашего пространства. Итак, у нас есть старая и новая системы координат, или старая и новая основа. Таким образом, прямая трансформация переместит нас от старой основы к новой. Так как же это работает? Все, что нам нужно сделать, это построить новые базисные векторы из старых базисных векторов. Итак, давайте начнем с тильды E1 здесь, как нам построить вектор тильда E1 из векторов E1 и E2. Для этого нам нужно удвоенное E1 и E1 векторы 2. Я напишу эти коэффициенты здесь. А теперь насчет тильды E2. Для его построения нам нужна половина от E1. Но в обратном направлении. Так что на самом деле это минус половина. И нам понадобится четверть от E2. Я напишу эти коэффициенты здесь. Итак, что мы сделали? Мы записали новые базисные векторы, как линейные комбинации старых базисных векторов. И если бы я захотел, я мог бы сохранить эти четыре числа в матрице 2 на 2 под названием F. F обозначает forward или вперед. Вот и все прямое преобразование. Если мы знаем матрицу F, тогда мы знаем все, что нам нужно знать, чтобы построить новую основу из старой. Хорошо? Так что насчет обратных преобразований. Как и следует ожидать. Это в основном это то же самое, но в обратном направлении. Итак, мы строим старые базисные векторы, используя новые базисные векторы. Итак, как нам построить E1, используя тильду E1 и тильду E2. На этот раз все немного запутано. Для построения E1, что нам нужно отложить четверть вектора тильда E1 и ровно один вектор тильда E2, но в противоположном направлении, поэтому пишем минус 1. А что насчет E2? Для получения E2, нам нужно сложить половину тильды E1 и 2 тильды E2. И снова мы можем сохранить эти четыре числа в матрице 2 на 2, называемой B. B обозначает назад, back. В этом и состоит обратная трансформация. Итак, если мы знаем матрицу B, мы знаем все, что нам нужно, чтобы построить старый базис из нового. Теперь вы можете подумать, что у нас есть матрица F. И у нас есть матрица B. Это действительно две разные вещи, они вроде как выполняют одну и ту же работу, но в противоположных направлениях. Но так ли они действительно уж такие разные? Что ж, посмотрим, что будет, когда мы их умножим. Так что это может быть хорошим упражнением для вас, чтобы изучить умножение матриц. Чтобы перемножить две матрицы, запишем их так. И чтобы получить эту запись результирующей матрицы, мы берем скалярное произведение этого вектора строки и этого вектора столбца. Таким образом, в данном случае это 2 раза четверть плюс 1 умноженное на 1 вторую. Так что это всего лишь 1 вторая плюс 1 вторая, что равняется единице. Итак, я позволю вам сделать операцию для остальных трех значений в матрице. Но вы найдете здесь эту матрицу с единицами по диагонали и нулями в остальных позициях. И это, конечно же, единичная матрица. И это означает, что F и B обратные друг к другу. Или иначе сказать, что B равно F обратное. Так почему я использую здесь две разные буквы? Зачем использовать F и B, если я могу использовать F и F в минус первой? Ну, просто визуально мне лично легче определить разницу между F и B, чем между F и F с крошечным маленьким минусом 1. Так что хотя B равно F обратное, я продолжу писать B. Хорошо, это был пример в двух измерениях. Что если мы хотим обобщить это до N измерений? По сути, это тот же самый процесс, что у нас есть N старых базисных векторов от E1, E2 до En. И у нас есть N новых базисных векторов тильда E1, тильда E2 и далее до тильда En. И нам нужно решить, как построить новые базисные векторы из старых базисных векторов. Мы делаем это, просто выбирая правильные коэффициенты, чтобы все эти линейные комбинации работали правильно. И снова мы можем записать все эти коэффициенты в матрицу, на этот раз это будет матрица N на N вместо матрицы 2 на 2. Итак, это наша матрица F. Записывать все эти уравнения довольно нудно. Итак, давайте посмотрим, сможем ли мы найти лучший способ написания. Итак, если бы я хотел построить некий вектор тильда Ea из суммы векторов Ej, то я бы написал так. Вектор тильда Ea это сумма из векторов Ej. Но мне еще нужно определиться с коэффициентами для каждого Ej. Что ж, если вы посмотрите сюда. Коэффициент F1,2 говорит нам, сколько векторов E1 составляет вектор тильда E2. Окей, итак, F1,2 говорит нам, сколько векторов E1 составляет вектор тильда E2. А здесь коэффициент Fn1 говорит нам, сколько векторов E1 составляет вектор тильда E1. Подставим в наше выражение для суммы коэффициент FjI. Коэффициент FjI сообщает нам, сколько векторов Ej составляет вектор тильда EI. Это суммирование красиво и просто. Оно передает все вышеперечисленные уравнения. Итак, это прямое преобразование в N измерениях. Теперь, что касается обратных преобразований, мы можем сделать то же самое. Мы просто записываем все старые базисные векторы, как линейные комбинации новых базисных векторов. Мы можем записать эти коэффициенты в матрицу размером N на N, которая называется B. И мы можем суммировать все эти уравнения, используя суммирование EI, равное сумме векторов тильда EJ с коэффициентами, равными BJI. Это обратное преобразование в N измерениях. Итак, у нас есть прямые и обратные преобразования. Можем ли мы еще раз доказать, что они обратные? Что ж, я начну с обратной трансформации прямо здесь. И если вы заметили, прямое преобразование дает нам уравнение для вектора тильда EJ. Сейчас я просто заменю эту тильду EJ в этом выражении для EI. Получаем вот это сложное выражение с комбинацией сумм. Преобразуем суммирование и поместим это на новый слайд. Итак, глядя на формулу, мы видим, что мы строим старые базисные векторы, используя суммирование старых базисных векторов, и что нам нужно сделать, так это решить, какой должна быть эта средняя часть уравнения. Так почему бы вам не приостановить видео и не уделить несколько секунд тому, чтобы подумать, какой должна быть эта средняя часть, если мы хотим, чтобы эти уравнения имели смысл. В конце концов, мы хотим, чтобы и один слева равнялась, и один справа, чтобы и два равнялась, и два, и так далее, дай n. Мы не хотим, чтобы сюда добавлялись какие-либо дополнительные базисные векторы, потому что это не имело бы никакого смысла. Итак, что мы действительно хотим, чтобы эта средняя часть в уравнении была равна единице, когда S совпадает с k. И была равна нулю, когда i не равно k. И если вы думаете об этом, как о матрице, где i индекс строки, а k индекс столбца. В этой матрице единицы там, где i равно k, а не в позициях, в которых строка равна столбцу. Единицы заполняют диагональ матрицы. Во всех остальных позициях нули. Еще раз единицы вдоль диагонали, нули в остальных позициях. Мы показали, что умножение f на b дает нам единичную матрицу. Таким образом, f и b обратны друг к другу. Это выражение, когда у нас получается единица, если i равно k, и 0, если i не равно k имеет собственное обозначение. Этот символ называется дельтой кроникера. Так что всякий раз, когда вы встречаете дельту кроникера, речь идет именно об этих отношениях. Он говорит, что единицы там, где строка равна столбцу, и нули в остальных позициях. И ноль везде. Хорошо? Итак, чтобы подведу итог, что мы узнали в этом видео. Мы узнали формулы для прямого и обратного преобразований для n-измерений. И мы также показали, что прямые и обратные преобразования инвертируют друг друга. Потому что, когда мы умножаем матрицы f и b, мы получаем единичную матрицу, элементы которой задаются символом кроникера дельта. Продолжение следует...